Приходила эта проблема. Если бы дьявол, наверное, сразу бы раскрыл все карты тогда, значит, то, конечно, ну, я думаю, что большинство христианских служителей просто-напросто, они, ну, не хватило бы у него ума, значит, не пойти на подобную сделку с дьяволом. Но, к сожалению, знаете ли, грех травят порой помалу, малыми порциями. То, что сразу человеку противно, то постепенно привыкание возникает в организме. И вот то же самое с любым берегом. И то же самое, вот, значит, с проблемой этого цезарь-попизма. К примеру, один из самых, вот, начнем с самого начала, вернее, с самого, самого большого, самого большого проблемы. Ну, ну, нет, еще не так. Я расскажу вначале, что вот с четвертого столетия процесс начался закопывание, и начался период, многовековой период. Его можно назвать эпохой или временем великой деформации, деградации христианства. Так, видите, вот с четвертого по шестнадцатого столетия время великой деформации. Эпоха великой деформации христианства. Де-формации. С четвертого по шестнадцатого столетия самое, до времени лютера. Это можно однозначно назвать больше или меньше кривая история христианства. Если вот рисовать, допустим, то она с четвертого столетия было падение. Все ниже, ниже. Иногда в крутое пике, иногда так плавно, но все равно вниз было движение. До самого шестнадцатого столетия. Эпоха великой деформации. Но с того самого благостовенного 1517-го, с начала шестнадцатого столетия, со времени лютера, значит, Камбинат, Свингли, Анна-Баптиста, вот того времени, первопроходцев шестнадцатого века реформаторов, начался период эпоха великой деформации. То есть, отметим, что с четвертого по шестнадцатого века это время великой деформации, деградации христианства. С шестнадцатого столетия началась эпоха великой реформации. Я извиняюсь, я спешу, нет? Если что-то непонятно, то вопрос задать, не стесняйтесь, хорошо? С этим все понятно, да? Значит, с четвертого по шестнадцатого века великая деформация. С шестнадцатого по нынешнее время, вот этих пять столетий уже, уже чуть больше даже, эпоха великой реформации. Деформация и реформация. Деформация – это уничтожение, ломка, порча. Реформация – это восстановление, это покаяние, исправление. Это, ну, действительно, покаяние. Но греческое слово… Кстати, прогречески как «покаяние»? То, что «покаяние», прогречески как в оригинале звучит? Ну, конечно.